Комфорт превыше всего. В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. Во всю процесс кипит на Минском шоссе. Сейчас там укладывают свежую тротуарную плитку. Специалисты трудятся, не покладая рук. При этом помимо стандартной используется специальная тактильная, которая облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями. Облагораживают также улицы Каменского, Кирова и Парковую. 21 августа с 8 до часа председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынейская проведет личный прием граждан. Их представителей – представители юрлиц. Предварительная запись осуществляется по телефону 68 0013. Встреча пройдет по адресу площадь Ленина 1, кабинет 503. С 21 по 25 августа в Бобруйске пройдет основной этап специального комплексного мероприятия подросток. Сотрудники милиции посетят несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, семьи, дети которых находятся в социально опасном положении. Также в вечернее и ночное время проверят места концентрации молодежи, дискотеки, увеселительные заведения города. Появилось объявление о продаже редюита Бобруйской крепости за одну базовую. Капитальное строение представляет собой двухэтажное здание площадью почти 546 квадратных метров с фрагментом кирпичной подпорной стены вала. Начальная цена – 40 рублей. Обязательное условие – выполнение ремонтно-реставрационных работ в течение трех лет с момента приобретения. По всем возникающим вопросам обращаться в отдел культуры Бобруйского горисполкома по адресу площадь Ленина 1, кабинет 401, либо по телефону 76 21 90. В Бобруйске ограничено купание детей в зоне рекреации городского пляжа номер один центральный и полностью запрещено на озере Санатория Шинник и в микрорайоне Приберезинском. Категорически исключено плавание в местах нахождения плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, также на противопожарных водоемах, технических и миллиаративных каналах. Субтитры создавал DimaTorzok